Тили-ти-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли Ну что, девчонки, мы рады вас приветствовать в Минске. Олечка, ты вообще впервые, впервые здесь, и это очень здорово. Рассказывайте, что было в Минске. Вчера провели первое очное клубное занятие мы с Олей. Пришли люди, все прошло очень классно, очень душевно, очень комфортно. Нам очень понравилось. Сначала мы встретились, поговорили, обсудили какие-то темы, то есть вопросы были. То есть просто как родные люди, то есть людей на самом деле вживую видели первый раз. Ну понятно, что онлайн проводим тоже клубные занятия, и люди где-то уже знакомые. Ну по имени, фамилии имею в виду, да? Ну вживую видели их первый раз, и ощущение было такое, как будто всю жизнь друг друга знаем. То есть мы увиделись, обнялись, сели и начали просто разговаривать. Даже не было такого, что, ой, что сказать или чего спросить, или как начнем. Просто вот сели, как будто вот знаем друг друга. И просто начали разговаривать. И мы вот так вот разговаривали, наверное, час. И через час, ну то есть время так быстро пролетело, что такие, ой, так давайте мы уже что-то сделаем уже. То есть, ну время как бы этот самый. Вот, ну нам очень понравилось. Людям тоже в конце клубного занятия. Это, конечно, другие ощущения. Для нас это тоже некий такой новый опыт. Потому что все-таки онлайн это онлайн. И то, и то рабочее, и то, и то хорошо. Но это просто по-другому. Это просто чувствуется по-другому, когда это вживую. Ты чувствуешь вот и поле. Ну, конечно, ходить за урок человеку. Да, да, да. И то есть и так, и вот, и какая-то вот как атмосфера. И вот как поле другое, что ли, чувствуется. Ну вот как-то более глубже как-то вот. Я не знаю. Может, просто не глубже, а по-новому для нас. Наверное, скорее вот так скажу. Наверное, ближе, наверное, как-то, да? Просто глубже, ближе. Оно чувствуется тоньше. Да, 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 да. Более чувствительно, что ли, вот так вот. Вот, и потом мы, ну, провели погружение, поработали, у кого какой запрос был. Вот, потом опять же обменялись впечатлениями с людьми, поговорили. И, ну, люди еще спрашивали, вот те, кто были, что когда мы планируем. То есть от них есть запрос именно очных встреч. То есть они конкретно говорили, когда, когда, вот, когда вы еще будете. Нам очень понравилось именно в таком формате очном. Работать, да. Ну, я хочу сказать, что у нас с Таней уже три года, как мы ведем клубные занятия онлайн. И вот такое чувство, что все три года мы, на самом деле, вот готовились для того, чтобы выйти в люди. То есть сейчас есть большая база, что можем сказать. Сейчас есть уверенность в себе, есть результаты своей работы. То есть нам есть, что рассказать, что передать, что показать. Есть чем делиться. Это внутренняя сила. И это совершенно другое расширение. То есть это счастье взглянуть в глаза людям, с которыми ты работаешь. Это вот как родные души, просто почувствовать. Вот через чувства. И оно идет такое тепло. Это такое колоссальное расширение. Это такие возможности. Ну, это просто чудо. И хочу сказать, что вообще для меня первый раз в Беларуси, первый раз в Минске. И для меня это расширение. Это тоже получается как выход на новый контур. Получается, с какой стороны не посмотри. И онлайн-контур. И очные занятия-контур. И погружение курса, обучение. Вот когда сама учишься, это все. Вот идет расширение сознания. И с каждым, вот получается, с каждой вот этой песчинкой возможности становятся больше. Это вообще так кайфово. И на самом деле вот рождаются новые планы, отрываются новые возможности. Да, 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 да. А смотрите, девчонки, я сейчас вопрос задал. Ну, вот вы работаете с людьми уже очно. А нет ли соблазнов там привязать к себе, таксик тонуть? Ну, чтобы не потерять клиента. Чтобы он не сбежал куда-нибудь. Как-нибудь наговорить ему, как-то ты без мастера, без учителя стараешься в этой жизни. Вот соблазны такие в голове возникали или нет? А я даже сейчас слушаю и думаю... Ну, я вижу, что Таня даже... Да, серьезно, я же прям... Думаю, вообще, о чем это вообще? Серьезно, прям. Даже недоумение такое сразу. А как можно принести вред самому себе? То есть ты понимаешь, что любое искажение, которое ты вносишь в отношения с людьми, то есть ты вносишь искажение самому себе. То есть это вот уже четкое знание внутри меня. И я не хочу поступать другими людьми, как вот не хотела бы, чтобы поступали со мной. То есть и это вот настолько вот уже отзывается вот просто вот как раздрайв. То есть то, что это есть в реальности, оно понятно, что есть. Но самой вот, понимая механическое это дело, сделать это вообще. Вот даже мысли головы не приходят. То есть работая с людьми, мы осознаем, что мы каждый раз расчищаем новую грань, открываем себя. То есть, ну вот как онлайн попробовали, очно попробовали. Но это же все есть я, и мы просто как шире становимся, расчищая вот эти вот, ну как чешуйки, как назвать, да, это все. Ты просто еще больше, больше, больше становишься. А взять осознанно и, ну, как бы, ну когда уже знаешь, как это работает, ну это просто прям шок даже вызывает. На самом деле ты просто занимаешься тем, что тебе очень нравится, искренне вот этим занимаешься. И поэтому даже не задумываешься о таких вопросах. Нет, я просто, смотрите, ведь на самом деле люди, которые будут смотреть вот этот вот наш, ну не стримы, вот эту нашу запись, вот этот наш диалог, у 99,9% в голове понятие клиентская база, расширение воронки продаж, привлечение клиента, клиент должен быть доволен, он не должен уйти от тебя и так далее. Это настолько вбито в голову, это настолько. А теперь приходите вы со своим подходом, да, и мы со своим подходом. Почему я кайфую, когда вы работаете, и когда вот сейчас в Минске работаете. Почему вот счастье внутри? Потому что есть люди, которые вообще понимают, что можно работать по-другому. Когда ты не думаешь о том, сколько к тебе людей придет, кто придет, и как он придет, и как его удержать. А когда ты думаешь о том, как мне измениться для того, чтобы я видела в своем зеркале счастье, улыбки и так далее, и ловила кайф от того, что я делаю. И получается, вот этот подход, он приносит, ну, если сегодня я достойно и оцениваю себя там на 100 человек, значит, ко мне придет 100 человек. Если я себя оцениваю на тысячу, ко мне придет тысяча. На миллион, ко мне придет миллион. Это все моя внутренняя работа с собой. И это не удержание, не воронки продаж, не все. Это полностью ломает шаблоны бизнеса. И вот эти вот подходы, которые идут сейчас из инфодайвинга, получается, что они как бы, даже вот я читаю комментарии на ютубе и так далее, не, что-то здесь не так. Ну, каждый же видит через себя. И понимаешь, каждый видит через призму своего искажения, и у него там где-то не так. Если у тебя где-то что-то там не так, ты все видеть в других будешь, что где-то у кого что-то не так. Да, я вот тоже хотела сказать, что здесь важна цель, для чего мы это делаем. То есть мы делаем это для себя, чтобы максимально у себя выгрести слои вот этой грязи, чтобы прийти к новым отношениям, новым ощущениям. То есть мы это делаем для себя. Максимально очистить сознание. И если вот осознаешь, что есть такая возможность, говорю просто мурашки, что если есть такая возможность, то просто вот цель наша, вот это развитие себя, развитие своих возможностей. А это возможно только в чистоте. Если ты в грязи, ты не получишь Ни новых возможностей И новые знания будешь воспринимать умом У тебя не будет работать чувство А задача-то как раз максимально очистить себя А как максимально мы можем? Только благодаря людям Благодаря зеркала И каждый раз зеркала Ты вот кайфуешь, как пошел процесс очищения Ты понимаешь Человек оштормит, а ты кайфуешь Потому что это твоя грязь уходит Вот реально Потому что будет изменение И ты будешь с человеком абсолютно искренне общаться Появится открытость И появится вот это доверие Вера себе Вера себе через зеркало, через человека Это невероятно И вот даже хочется привести реальный пример Потому что вот все эти слова А как это в реальности работает И вот просто даже такой смешной пример Это же тоже надо осознать У нас дома, где я живу Стоят рядом Корпус 1, корпус 2 И квартиры одинаковые, подъезды Идут вот здесь и здесь И очень часто курьеры, сантехники Россети, какие-то селекомы все Они ошибались и все время звонили В квартиру, которая такой же номер Идут в другой корпус Там вызов есть Они ко мне долбятся И это продолжалось уже достаточно долгое время А тут получилось, что каждый день И по нескольку раз Да про что же это мне? Ну про что? И вот как раз вот с Таней Мы вот тоже этот вопрос обсуждали Он говорит, слушай Но это у тебя что-то из прошлого Где-то ты подцепила Ну то есть завтра что-то осознать И я вернулась к тому моменту Который был 3 года назад Когда был ковид Когда из дома не выходили И нужно было, чтобы взяли вот мазки Там тесты, что ты можешь выходить Что ты здоров И получалось, что ко мне не могли прийти И получается И в какой-то момент Я понимаю, что я сама создала ситуацию Я в какой-то момент уже вижу С 12 этажа, что приходят Они туда ими открывают Я говорю, вам другой подъезд То есть я фактически их к себе И вот с того момента У меня осталась претензия Это как непозволение людям ошибаться По сути непозволение ошибаться себе И вот много чего там я еще выцепила И вот на самом деле Вот пришло осознание На чем зацепилась эта история Я ее создала И что вы думаете? Буквально только про это Вот я осознала, проговорила Буквально в другой день прихожу Или даже в тот же день прихожу Из дома в магазин Смотрю, у квартиры лежит пакетик Четыре лапы Ну вот магазин для товара для животных Я думаю, у нас нет животных На площадке у нас нет животных Ну ладно Ну думаю, ну ладно Кто положил Посмотрел, там предметы для животных Там всякие жвачки Там какие-то косточки Думаю, ну ладно И пошла заниматься своими делами Один был тоже насыщенный Тоже вот встанье работы Тоже вот уже в других мыслях про это И потом в какой-то момент Просто выхожу на улицу Причем в неурочное время для себя Я в это время на улицу не выхожу И я выхожу Я вижу этот пакетик И меня проштырило Да это ж туда несли И это было, пока спускался на лифте И я как раз прохожу мимо этого подъезда И да, я думаю, наберу в 46-ю квартиру Там, чтобы спросить И набираю И женщина, ну говорит, там Отзывается Я говорю А вы ничего не заказывали из магазина Четыре лапы? Она говорит Да, говорит Я говорю А у нас, говорю, лежит этот пакетик Под квартирой Вот прямо положил курьера Видать, и ушел Да, говорит А мы тут уже жалобу пишем Мы тут уже это все Я говорю Ну ладно тогда Сейчас я буквально минутку Возьму этот пакетик Принесу вам И такое прям тепло Такие мурашки Внутри пошли Я понимаю, что эта история схлопывается И я когда передала пакетик Спустилась дочка этой женщины Я говорю Ну возьмите, пожалуйста И дает мне вот какую-то шоколадку Или коробку конфет Вот что-то такое Еще извиняйте Там что-то там Ну что-то Блин, а у меня такое счастье В груди У меня такое тепло Я понимаю Я разобралась с этой историей Это то, как мы себя чистим Как это проявляется в реальной жизни И то же самое Как мы выцепляем в себе Вот эти вот истории на проживание Вот просто захотелось Реальный пример провести Потому что пока мы Вот говорим Про высокие чувства Не привязываем к реальности Люди говорят А как это? Ну что? Ну сидят и сидят Они три года назад такие же сидели Ну что там поменялось, да? А внутри другая начинка Другая начинка Не выкинула Не оттолкнула Не осталась безразличной Не разозлилась Не сэмоционировала А отнеслась как к себе Как к себе Да И все И другая жизнь И другие отношения И я понимаю Что у тех людей Тоже освобождение Что им тоже не кайфово Писать эти жалобы И ругаться Так они увидели в тебе Свое зеркало То есть увидели Понимаешь Что здесь на самом деле Ни курьер не виноват Ни та служба не виновата Мало того Еще и вот Люди какие теплые Рядом живут Правда Не ошибиться может каждый Вот на самом деле Мы сами себя зажимаем Что нельзя ошибаться Мы от этого Начинаем бездействовать Лениться Чтобы не ошибаться Не ошибаться Кто ничего не делает А как мы можем научиться Не ошибаясь Конечно И мало того Сами ошибаемся И благодаря людям Мы видя их ошибки Мы же можем тоже учиться То есть нам уже не надо Эти ошибки проходить Если мы видим Да Вот научиться видеть Замечать Благодарить Благодарить всем людям Которые играют с нами Живут с нами Мы можем смотреться в глаза И вот почувствовать тепло Которое идет И как приятно Ты рассказала историю Так тепло от этой истории Ты понимаешь Какие все люди все-таки Они теплые На самом деле родные Но только Как ежички Знаешь так Скукожились Иголочки повыставляли И знаешь Защищаются Не надо Расслабьтесь Мир прекрасен Ягод кличи Сверху такая твердая Пупырышка Раз Раскрываешь А там вот просто Не надо замыкаться Это как я тоже Сейчас вот Несколько дней Как в инстаграм Вижу ролик И он прям вирусице Стал И все повторяют его Да Где там мама или папа Одевают ребенка своего На улицу Маленького И говорят Вот теперь ты пацан Теперь ты пацан Значит И Кругом враги Вот Теперь ты пацан И кругом враги Теперь ты знаешь Что кругом враги И открывают двери И на улицу Типа выпускают Мол ты Уже в курсе Вот понимаешь Люди не думают Что посылают И что вирусят И это так распространяется И думают Это так смешно Это интересно Да А на самом же деле Ребенку вбивается Что вокруг враги Нет Вот мы о чем и говорим Вокруг люди Такие же живые Такие же теплые Такие же Соскучившиеся По этому теплу По любви И хочется раскрыться Да Но вот Кругом же враги Да А вот просто Вот эти корочки снять Вот эти иголочки Расслабить И все Вот оно И когда ты осознаешь Что враги Это когда ты сам С собой воюешь Конечно Если ты себя убираешь Не будет Снаружи вот этого Ну это Вот даже от осознания От этого Солнечное становится Да Как импульс По телу Потому что Ты понимаешь Что все в тебе Жить хоть Вот у нас Мы живем тоже На улице живем У нас Соседи Ну частный сектор Да И соседи И когда у меня Лера Росла маленькая Да И она дружила Там да Мы знали всегда Если вдруг Придет ребенок Ну бывает всякое Нету дома Или ключи где-то потерял Родителей нет Или там какая-то еще история Всегда Лера моя знала Что к любому Сосед Из соседей придешь Они этого ребенка Примут Подожду Чтоб он И покормят Вот Вот оно Понимаешь Такое родное Родная улица Родные люди Вот Вот как-то так Кстати Вот у меня было тоже В детстве Что меня в детстве теряли Как это было Но родители приехали в гости Для меня Ну мне В школу я не ходила Лет 5 может было И Ну детей отправили гулять Пока там взрослые за столом Ну просто Вот ты говоришь Я проживала это Реально Ну и значит Надо Это уже Сейчас Тоже И короче Пришли мы на горку И парень Вот мой Двоюжный Брат И он Говорит Ой Пойду за осанками схожу Ты будь тут Никуда не уходи Ну а что я там Ну с горки прокатилась Ну подождала Да я думаю Пойду назад Ну встречу там Это Ну естественно Заблудилась И навстречу Какая-то бабушка Ой А ты что тут Я даже особо и не плакала Я не помню Что у меня там истерика была Нет Она говорит А что Я говорю Ну вот я тут пошла Не могу найти дом Вот где-то Дома многоэтажные Тоже все Вот она Ну пойдем ко мне Я вот помню до сих пор Вот как я там В этой квартире была Меня напоили там Чаем Чем-то угостили Я там на пианино Что-то какие-то клавиши Понажимала А потом приезжает милиция И меня забирают Ну то есть Они позвонили Что ребенок потерялся И тоже было смешно Что когда вот Ну а мне Ну что Ребенок поехал К милиции доверие Потому что в семье Тоже было Что это для помощи людям В каких-то трудных ситуациях И когда уже подвозили к участку А я вижу в машине Говорю Вон моя мама Вон мой папа Они тоже уже Собразили И тоже шли в милицию И короче Встретились Не доезжая до милиции Короче семья Воссоединилась Говорю Вот реально Вот такая история была И тоже вот тепло И вот Это так важно На самом деле Вот это доверие Теплое людское Когда мы все На самом деле Мы же все родные Да Все теплые Все люди И нет врагов Нет Вот этот конечно ролик В инстаграм Да Меня он поражает А смотрите Насколько За последние 30-40 лет Произошло Ужесточение Сердец И закрытие Сердец То что сейчас Идет сжатие Вот этот процесс Сжатия в обществе Закрытие И Ну Это идет На уровне планеты На перезагрузку Идет общество Да Каждый Предстает перед собой Как конец игры И Вот этот момент Который Ну не должен Случиться Во времена Советского Союза Мы же росли Было Абсолютное Доверие Милиции Абсолютное Дети Это были дети Они могли шалить Они могли Обливаться Они могли Там баловаться Они могли Что-то творить Никто не заводил На них Уголовные дела Никто не пытался Их там под суд Отдать Это дети Они растут Это было понимаемо Было Абсолютное Доверие И действительно Соседи Смотрели Чужих детей Где-то Заботились Где-то Со школы Если мамы Нету Встретят Покормят Где-то Где-то Мама моя Заботилась Если кто-то Попадал И вот это Была Какая-то Доброжелательная Атмосфера Сейчас Все больше По домам Закрытие И враждебность И уже Навязывается Эта враждебность Знаете Это напоминает Напоминает Вот это Из компьютерных Игр Агрессивность Ограниченность То есть Искусственный интеллект Он вот таким Вот образом Приходит И разрушает Сознание Человеческое Разум разрушает С другой стороны Человек становится Ограниченным Сжатым В рамках С выносом Ответственности Полным Когда Вот ты должен Так И так Никак нельзя А если ты сюда Вдруг посмотрел То ты враг народа То есть Вот эти вот вещи Конечно Ну возврат к ним Должен быть Иначе Иначе Общество Это будет конечным Это про включение чувств Если человек Становится машиной Бесчувственной машиной То Единственный механизм Который его двигает Это боль То это о болезнях Это о конечности Это вообще О том Что эта игра Заканчивается И она сыграна Неправильно На перезагрузку На переигрывание Этого периода То есть Это Это нехороший вариант Человек Тем и отличается От любого Искусственного интеллекта Отличается от машин Тем что у него Есть чувства Именно через чувства Работает разум И поэтому Мы люди разумные Но как-то люди Стали вдруг резко умные И ограниченные А вот это надо убрать И это убирается Только через возвращение К себе Через возвращение К чувствам Через возвращение К искренности Любви Открытости И кстати Очень радует Сейчас все больше Люди говорят про искренность Еще пару лет назад Это слово Не звучало Вообще Не у психологов Точно так же Как и благодарность Оно просто не звучало Вместо благодарности Было прощение Радикальное По Колину Типпингу И дальше Про искренность Было молчание И духовные практики Верования какие-то И очень много гипноза Сейчас вот этот гипноз Развеивается Человек все-таки Начинает Осознавать Что гипноз Это не выдумка Это сон И этот сон Он вошел В разных вариантах Включая религиозные В жизнь человека Человек заснул Вместе с ним Заснули чувства Выключились Вместе с ними Заснул разум Отключился И пришел ум Интеллект Дальше он заменился На искусственный На компьютерный И так далее И А человек теряется При этом И потом Начинаются зависимости Включая наркотическую Компьютерную И так далее И пошло-поехало То, что посеяли То пожали Только возвращение В чувства Возвращение К благодарности И к искренности Пробуждение человека Ну и возвращение Ему ответственности Блин Все основные моменты Перечислены Это все про инфодайинг Это все про возвращение В свой внутренний мир Будь самим собой И хочется еще сказать Что на самом деле Такая невозможность Есть у каждого человека То есть каждый человек Искриняя открытая Солнце погода Кстати Куча снега Чистое сознание Кругом Невероятная красота И Знаете Девчонки Вы молодцы Что вы пошли В открытую Работать с аудиторией Что вы начали Вести клубные занятия И онлайн Причем сами Вот смотрите Сами захотели Сами приехали Сами сделали И уже перед отъездом Заехали в гости Поделиться Как все прошло Вообще невероятные молодцы Да Вообще просто Бомбически Да Интерес такой Вот изнутри просто шел Вот Кто бы что ни говорил Вот хочу и все И вот Вот там Да Да Вот кто-то Ну и просто даже Да Там вот это 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 У меня ничего не будет У меня все хорошо будет Вот хочу Вот это просто Вот отсюда Вот хочу и все Я знаю Что у меня все будет хорошо И все Мы не решились В Минске проводить Да Со своими тараканами А вы молодцы Вообще Просто молодцы Сделали то На что мы не решились Ну благодаря как раз Друг другу Мы учимся друг у друга Друг у друга И вот так можно И вот так можно И вот так можно И мы открываем для себя Новые возможности Именно благодаря общению И вот взаимодействию А ну когда вот этот вот Искренний интерес Изнутри идет Тогда перед тобой Не знаю Такое ощущение Как нет преград Оно просто все рассыпается И становится все Ненужным каким-то Вот ну бессмысленным Что ли То есть вот Он этот огонь изнутри Все Хочу И идешь Офигенно Так оно и есть Поэтому так держать Еще приезжайте в Минск Мы будем приезжать в Москву А вы в Минск И в конце концов Где-нибудь Сойдемся Мы сделаем одну большую Старицу Инфодайвинга Да Очень рада тоже встрече Такой возможность Увидеться Обняться В Минске Правда Супер вообще Здорово Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому